Данного проекта было, наверное, ожидаемо, что он закроется для них, но не для меня. GTA, МТА, там проекты, я не знаю, опытов, всего прочего, хотя в МТА я тоже особо не играл. Можно сказать, что ажиотаж, ну не особо хороший, возможно. То есть вот тот же самый Сент-РП, он тратится и на ютуберов, и в таргетированной рекламе постоянно мелькает. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Приветствую всех, кто ждет новости по мобильным GTA-самбовским серверам. Те, кто просто без этого, знаете, лежить не могут и ждут, ну вот когда же он выскажется по какому-то определенному проекту, по какому-то определенному серверу и так далее. Достаточно большое количество аудитории я набрал, рассказывая про проект Flame Roleplay. При этом не получив с этого проекта, кстати, ни копейки, потому что в моих видеороликах только реклама Аризона РП, Аризона Мобайл и вот всяких там, знаете ли, прочих вещей. Хотя нет ни прочих вещей, а у меня вот только, знаете ли, Аризона РП, поэтому как бы, ну айпишничек в описании. Я думаю, что вы это все прекрасно понимаете или даже если не понимаете, то должны понимать, ну или хотя бы должны догадываться, ну или делать какие-то прочие вещи. В общем-то мне на все это похуй. Знаете, в чем заключается некоторая проблема? Не так давно я рассказывал вам о том, что проект Flame Roleplay, который вроде как был амбициозный, при котором вроде как, так знаете ли, постоянно рассказывали, возможно, новостные сообщества публиковали всю эту информацию платно, возможно, бесплатно. Я вот до всего этого докапываться не буду, там как, что было, что они там делали, а какие обновления они сыпали и так далее. Просто то, что я видел, вот самый какой-то такой публикуемый проект во всех этих журналах, ну вернее в одном, в Live Mobile, это был Flame Roleplay. Мне вот было интересно посмотреть вообще, что выйдет из всего этого проекта, что будет с этим самым проектом, что мы вообще сможем увидеть-то, вот зайдя на данный проект и вообще как-то с ним ознакомившись, чтобы мы примерно все это понимали. И получилось все так, что проект не проработал даже вроде как месяца, насколько я помню, возможно, больше месяца, возможно, меньше месяца. Я вот точно все это не дался, да и какая разница, если суть остается одна, что проект долго не проработал и закрылся, знаете ли, на доработку. И знаете ли, что я вам могу сказать? Исходя из того, что пишут вообще люди насчет данного проекта, было, наверное, ожидаемо, что он закроется для них, но не для меня. Потому что лично я, типа, ну возможно, я и где-то там в закромах думал, что вот все это будет, возможно, я и говорил, что вот он закроется, долго не проработает, возможно, там еще что-то было. Но где-то в глубине души я все-таки верил в то, что вот, ну с проектом все будет нормально, пожалуйста, сделайте его хорошим, сделайте его нормальным. И он закрылся на доработку. А вот как я знаю из своего самповского опыта, GTA Самповского, GTA CRMP, хотя в CRMP я не играл, GTA MTA, там проекты, я не знаю, опытов, всего прочего, хотя в MTA я тоже особо не играл. Как я могу знать? Когда проект закрывается на доработку, то есть шанс того, что он опять откроется, мал. Хотя вполне возможно, что он откроется, сколько там проработает, но тем не менее опять потом закроется. Потому что всегда это происходит именно так, проект, после того, как он все уже на переработку закрылся, возможно, он там еще откроется, но работают такие проекты уже недолго. То есть примеров уйма, буквально, то есть, ну миллиарды, тот же самый Confidence, та же самая Aurora Roleplay, а остальные проекты, они даже не доживали, если вам прямо сказать, до открытия, до самого первого открытия. То есть, вроде как, все анонсировалось, все проходило, вот как сейчас, допустим, идет с Brilliant RP от Diamond Roleplay для всего этого CRMP мобильного рыночка, чтобы все было нормально. Но вот даже исходя из того, сколько набирают видеоролики касательно Brilliant Roleplay, вот этого вот всего Diamond Roleplay CRMP, можно сказать, что ажиотаж, ну не особо хороший. Возможно, название выбрали такое, которое уже, я не знаю, примеряли к себе большое количество проектов из вообще CRMP, из GTA Sambo, на моей памяти было, наверное, два проекта, которые также и назывались, Brilliant RP и типа, ну, такое себе, не особо цепляемое название. И понимаете ли, в чем дело, вот что меня больше всего-то из всего этого беспокоит? То, что стартапы вроде как пытаются открыться, но не могут, из-за того, что, возможно, там донатов мало, финансирования мало, то есть затраты большие там и на ютуберов, и на все прочее. Хотя, ну, ютуберов я видел крайне мало, тем не менее, я думаю, что на ютуберов, вот как только деньги появляются, они тратятся, потому что, ну, открывать проект в GTA Sambo на Android без ютуберов, откуда вообще о вашем проекте тогда узнают? То есть вот тот же самый сантропе, он тратится и на ютуберов, и в таргетированной рекламе постоянно мелькает, по крайней мере, так говорят, я вот этого точно не видел, но так говорят. Да и вообще, если учесть то, как мелькают остальные GTA Sambo-вские проекты на Android, то есть тут уже, само собой, можно понять, что сантропе, как топ-1 проект в мобильном GTA Sambo, он не отстает. И в целом, Flame, Roleplay, ну вот интересно, конечно, было бы посмотреть, интересно было бы вообще узнать, что произойдет со всем этим проектом, но, чуваки. Ну, давайте посмотрим правде в глаза, ну, что там вообще такое? Недавно они, разумеется, там в Live Mobile опять-таки выложили скриншот, где там вот показали обновленный лаунчер, мол, то, что там появится темная тема, то, что там добавятся три версии модпака, там, для слабых, там, для сильных и для вот всех прочих вот этих, типа, телефонов, но, блять, ну, типа, ну, объективно, ну, что это такое? Ну, все равно, разумеется, то есть вот этот вот разработчик, там, основатель, который там все это разрабатывает, ну, типа, это логично, да, он отвечает на все претензии, говорит, что нет, ну, вот, откроемся, все у нас будет нормально, но я, если честно, уже во все это не верю раньше, возможно, я еще мог верить в то, что все получится, но вот как только я услышал слово переработка, закрылись и вот все-все-все прочие слова даже я услышал, то, ну, мне все более или менее стало понятно. Однако, вы можете поделиться своим мнением в комментариях, откроется флеймер ролеплей, не откроется флеймер ролеплей, что там вообще с ним будет, а у меня на этом, как бы, все. Подписывайтесь на канал, либо подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а дизлайки, я играл на проекте Arizona RP Phoenix IP, а также мой никнейм, а также мой промокод, все это находится в описании, там же в описании ссылочка на мой телекрам-канал. Увидимся тут же завтра в 20.00, либо немного попозже, либо, возможно, пораньше, я точно все это не знаю, и поэтому всем до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok